Вопрос, который в этот раз мы выбрали для освещения, довольно сложный. Он и для нас довольно сложный, потому что эта информация абсолютно новая. Она только-только начинает поступать, и ответы на неё нам приходится как бы собирать по ходу этой работы. Вот это письмо. У нас в истории много что переписано. Какие народы, когда появились, непонятно. Можете дать свою точку зрения, начиная с гипербории? В какой последовательности шло дальнейшее заселение Земли народа? К примеру, непонятно, есть ли гиперборийская цивилизация – это белые боги, когда появилась китайская цивилизация, японская, африканцы и так далее. В вашей книге написано, что у каждого народа предпочтительно своя группа крови. С чем связано разделение по крови? Чтобы восстановить кровь, важно ли понимать, что является кровью в пространстве крови, а что в пространстве планеты? Что человек делает в жизни неправильно? Из-за чего происходят сбои в крови и сосудах, если посмотреть в корень проблем? Такой вот обширный вопрос и, можно сказать, глобального значения. Информация у нас поступает по этому вопросу только в последнее время, когда я начал писать книгу «Проект гипербории». Первая часть этой книги уже написано, я приступил ко второй части. Но информация идёт буквально каждый день, каждый день дополняет то, что давали прежде, и она нарастает и становится более ясной и более чётной. Действительно, цивилизационный проект, именно цивилизационный проект Земли, начинался с гипербореи. Гиперборея – это именно проект, духовный план. На Земле он воплощался уже как бы через проявление этого проекта на Земле. Он воплощался в Арктиде. Есть древние карты, вы их знаете. Арктида разделена на четыре области. Эти области вначале были плазменные реки, только потом они стали настоящими реками. И каждая из этих областей тоже соотносится с проектом человека. Мы имеем в себе четыре нуклеотида, соединение которых приводит собственного человека к бесконечному развитию. То есть, соединение тех знаний, тех разделённых областей Арктиды, должны были привести к общему плану развития человека. И начинали этот план действительно белые боги. Их ещё называют иногда нордами. Они появились раньше всех на Земле. И начинали этот цивилизационный проект. Это не значит, что на Земле никого не было. На Земле развивались определённые линии и минерального, и растительного, и животного царства. То есть, пришельцы, норды – это пришельцы. Малая медведица, большая медведица. Они оттуда в основном приходили. Их называли в давнейшем ришами. Вот они, собственно, и занимались тем, что вели определённый отбор у тех линий животного развития на Земле, которые здесь уже существовали, в проект человека. Собственно, легенда о Ной – это, по сути дела, итог такого отбора. То есть, ковчег спасения – это просто новая форма человека. И Ной, конечно, не собирал никаких слонов, змеи и ящеров на своём, так сказать, копчении этого не было. Шла сборка новой дынька человека. Это, по сути дела, проект, который был божественным, потому что норды претворяли в жизнь божественную жизнь. Но они были не едиными, кто пришёл на Землю и стал здесь развивать свои цивилизационные проекты. Дело в том, что Земля – это территория свободного развития. Такого, в принципе, нет нигде. Это был такой первый проект. Территория свободного развития. Она одновременно иристаличное поле. Иристаличное – значит поле сражений. Но сражений не таких, к которым мы привыкли, а творческих сражений. То есть каждая цивилизация, которая приходила на Землю, должна была что-то внести в этот проект, такое, чтобы его усилить, ускорить, развить. К сожалению, не все пошли по этому пути. Некоторые цивилизации, которые появились на Земле, стали, наоборот, противодействовать. Это прежде всего раса драконов, созвездие дракон – драку. Вот они шли по космосу и везде захватывали, завоевывали, потому что были очень сильные. И начали они это давно, еще до Земли, до проекта Земля. Одними из первых, ну как бы, жертвенных объектов, их нашествия, был Арион. На Арионе они развязали войну, выжигали города, планеты. И вот оттуда царь Иона, беженцы, именно беженцы от этой войны, прибыли тоже на Землю. Здесь был корабль. Он потерпел здесь. Он здесь свершил посадку, но не очень такой удачный. По сути дела, он дальше уже потом идти к нему. И вот переселенцы с Ариона влились тоже в этот проект. В дальнейшем были еще и еще из различных систем Сплеяд, Сириусы, из других, Арктура. И каждая цивилизация оставила свой след в развитии Земли. Он в том числе отражен в геноме. То есть появились и китайская линия, и африканская. Но еще раз говорю, раньше это должно было быть мирным соревнованием, мирным соперничеством. То есть каждая цивилизация должна была просто доказать преимущество своего пути развития. К сожалению, с появлением рептилоидных переселенцев здесь на Земле, даже не переселенцев, а десантов, эта линия творческого соперничества была сломлена и началось соперничество реальное, физическое, когда начали даже уничтожать друг друга. Собственно, группы крови и отражают то явление, что мы все происходим от разных как бы переселенцев с космоса здесь на Земле. здесь в свое время в России, именно в России, российский ученый профессор Олег Мануилов установил, что у человека нет и не могло быть единого предка. Он провел очень тщательные опыты и выяснил, что наша кровь имеет разных предков. Причем даже в том числе и синяя кровь, так называемая, была выявлена в этих опытах. А синяя кровь предполагает, вернее, ну, как говорили раньше, голубая кровь, она предполагает, что атмосфера той планеты, с которой прибыл такой десант, была прежде всего углекислой. Такая атмосфера есть, например, на Марсе. Там в основном углекислая атмосфера. Но на Марсе и сейчас есть как бы базы этих пришельцев, которые скорее всего и шли через Марс. так что группа крови это определенный след к тем цивилизациям, которые собственно здесь на Земле доминируют. Но не важно из какого истока шло как бы сейчас создание нашего человеческого сообщества. Потому что мы были введены в образ подобия. У нас раньше были другие совершенно образы, но нас ввели в образ подобия. Образ подобия Бога. Это самое высшее, что есть в космосе во Вселенной. Потому что какие бы не были пришельцы, какие бы не были переселенцы на Землю, они все равно в основе своего развития имеют божественные импульс, божественное начало. И то, что нас ввели всех вместе таких разов в один образ, это говорит о том, что нам открыли Бог человеческий путь, в котором мы сейчас и будем в этом образе развиваться. Но образ и суть образа это не одно и то же и они не всегда вернее как правило не всегда совпадают. Вот этого нам надо достичь. Быть в образе Бога одно, а быть подобным Ему это совсем другое. То есть быть подобным на суде. Когда человек этого достигает, он получает следующий статус «Богочеловеческий». И мы вплотную подошли к этому сейчас переходу. «Богочеловеческий» 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 «Богочеловеческий»